О своем отце Валентина Кушелева знает про рассказы матери. В августе 1941-го Алексея Зубарева призвали на фронт. И сразу же 34-летнего мужчину отправили на кровопролитные бои под Смоленском. А спустя несколько недель советский солдат пропал без вести. И только спустя 73 года семья Алексея Зубарева узнала, где находились останки их защитника. Такая я была счастливая, так я ждала этого дня, когда же я все-таки увижу. Хоть что-то, хоть гробик маленький или что-то. Так я ждала, так я благодарна тем людям, поисковому отряду. Хоть я на старце лет спокойно, что он будет с нами на своей родной земле и вместе с нами лежать. В маленьком гробу прах советского солдата и медальон. По нему нашли и опознали останки Алексея Зубарева. Через три недели после поисковых работ в населенном пункте Ярцево прах доставили на родину бойца. Мы прощаемся сегодня с государственным человеком, с человеком, который жизнь свою отдал за то, чтобы страна наша сохранилась, за то, чтобы мы жили под светлым, голубым, мирным небом, под таким, как сегодня. Хоронит бойца Красной Армии согласно военным почестям. Проститься с ним на кладбище пришла вся семья солдата. По словам тех, кто в разные периоды защищал родину, в памяти нынешнего поколения должен вечно жить подвиг русских солдат, которые сложили свои головы на полях сражений. А Великая Отечественная война закончится лишь тогда, когда будет похоронен последний ее солдат. Екатерина Ковальчук, Сергей Зацарный, РНТВ, Саратов.